привет друзья очередной этап уроков железа мы переместились с погреба холодного на кухню теплую вот для того чтобы продолжить тему черенков очень важнейшую тему значит не удивляйтесь что черенки были взяты из холодного погреба и переехали в тепло хотя черенки последние спроса на них нет вот это тенденция настоящего времени последующем поколении чем дальше тем меньше интересует садоводство будут выброшены черенки анджурского абрикоса китайской сливы это великолепные подвои нужно не только испытателям а испытатели к сожалению у нас перевелись я даже не называю селекционеров селекционера то есть принято считать профессионал день не знаю по прежнему та же тенденция привать культурное сорта ночью попала только не на самих себя например не принято привать абрикосы абрикосы вы не ослышались это факт ну и тепло это очень плохо еще раз говорю я ради этой съемки пожертвовал доставку с холода с нулевой температуры подвольные сорта так называемые никому не нужны вот прекращаю я рассылку потому что что нужно у меня закончилась больше резать деревья не буду ну и вот исключение справил просто еще достал пара на считанные минуты из холодильника не поверите ладно и не интересуется подвойным материалом морозостойки видите это самый настоящий асанский персик вот выдерживает на подвоях вот на этих подвоях и вот на этих подвоях и тут еще есть у меня там под низом волочные вишни тоже никому не нужны черенки вот и на вишневых подвоях какой-то степени средние статистические российские морозы то чего не может быть никогда но они выдерживают я их выбрасывать не собираюсь но спрячу погреб может после этой съемки найдется несколько человек все знают что они есть но тут уже другая тенденция туда же неравнодушие они верят свои силы продолжаем видели что состава убраны черенки самое интересное что то что я вам показывал это самое ценное для испытателей селекционеров и некоторые с некоторых пакетов ни одного черенка не было никому разосна и вот когда я отправлял эти посылки я вчера собрал 10 штук то 11 оставил специально для этой видеосъемки сейчас поймете почему но начну я с другого с того что вы видите меня вы видите как я одет вот и для чего я это говорю про одежду чтобы они удивлялись у меня очень сильное обострение хронического бронхита вот но это я говорю для того чтобы поплакаться вот какой бедный несчастный а не забывайте как называется эта серия она называется видео уроки железа ну догадывайте что это значит что я хочу вас поделиться своим опытом откуда он мне взялся на риске у меня была вторая профессия командир добровольной госпасательной дружины громко звучит громко я действительно спасал людей прямо прямом смысле спасал я же и гробил работая старшим мастером гидрометаллургическое отделение цех электролиза никеля такая была у меня работа я же их и спасал жёг хлором бронхи с тех пор у меня регулярные обычно два раза в год обострения и я это рассказываю еще раз говорю не для плача для того чтобы сказать как я борюсь с этим бронхитом значит может кому-то пригодится я не исключаю не антибиотики не народные средства но самые народные из народных средств их два про одно рассказываю как анекдот вот я вычитал по моему у писателя арест хелл великолепный писатель столько от него узнал про север про северные народы для у меня все открытие было это книги урваться книги на цена и книги ред хелл потому что я наличали вот но я уже жил на прилизанном севере и вот ред хелл описывает когда заболевал высокой температурой кто-то из северной народности они помню какие вот только они ненцы чукчи не помню его выкаптывали на его выносили раздевали до гола выносили на мороз вот и катали по снегу значит в одну сторону катает катает катается как мы обычно эти делаем снежная баба потом другую сторону когда как следует промерзнуть его заносит жарко натопленную я рангу и ждут у него два варианта середины нет или здоровье или нет или совсем уже это умеренной это надо говорить без усмешки это я так но это я вспомнил походя потому что у меня впереди много рассказов они будут называться еще садовые рассказы еще целый цикл столько впечатлений накопилось на мой бедную голову и они многие имеют и прагматический интерес и просто как вот интерес человека которого знаете у меня на риске там одно время была кличка знаете какая бывалый это чем-то говорит его значит как я лично лечусь как только начинается бронхит вот как я одет сейчас то плюс еще на голове шапочка на ногах и сейчас они шерстяные носки свитер трико и по два ватных одеяла как бы ни было жарко казалось бы надо температуру сбивать а нет конечно мы ничего че что вот таким экстремальным способом лечить но то что задача когда организм поднимать температуру он это делает это у нас как часто как садоводстве там я уже приводил примеры последствия болезни принимать за свою болезнь так и тут поднятие температуры это один из инстинктов безусловных организма я так выражусь это борьба с инфекцией которая поселилась внутри и убивает организм изнутри переносится тяжело поднять температуру но надо терпеть и помогать организму не давать рассеиваться этому теплу вообще вселенной вот надо минимум ходить надо меньше остужаться не то что уж на улицу ходить даже по комнате желательно не ходить а лежать под двумя одеялами полностью одеты вот это мой ценнейший совет теперь когда я вам объяснил сам о себе любимом и дал вам совет переходим к садоводству вот последний заказ а где же сам заказ хорошо поймете и так значит камеры не называют хотя те который прислал из Иркутска заказ почему я стал напоследок вот он так как раз и заказал в числе прекрасных сортов лучших сортов вот он еще заказал и как ни странно но здесь есть и китайские сливы и манджурский абрикос все тут есть понятно что заказывание не маленький посмотрите сколько семян он заказал сейчас мы тоже выпаковать видите тут и тут есть китайские сливы и тут есть манджурские абрикосы читайте и вот что получается значит теперь это все богатство должно быть доставлено в Иркутск чуть не сказал с минимальным потерями без малейшей потери без малейшей потери качество имени ввиду вот итак вот они черенки напоминаю что когда их срезал срезал практически у самого низу то есть прирост однолетний вы видите результат какой обидится не обидится видите какие толстенькие но казалось бы если я взял это вот и отрезал бы вот эту часть вот эту вот Меня надо было бы, если не убить, то, значит, не высмеять или проклясть лучше, вот эта часть выбрасывается. Хотя вот эти черенки получаются толстоватые, не каждому по плечу, но халтура никакой. Напоминаю, самое ценное для селекционеров вот этот кусок, вот этот для испытателей. Ну, и так как тут уже верхушка выбрасывается, а если вот этот вот был длинный черенок, так, вот, то третья часть, вот это получается, раз, два, три, еще для человека, который достал его с огромным трудом и заплатил за него 100 рублей, еще допускаю вот эту часть, все остальное все равно выбрасывается. А я уже выбросил заранее. Вот такая, значит, статистика. И продолжаем. Итак, они, коллекция-то собрана. Еще раз говорю, вот эта лучшая коллекция, 11-я посылка из тех, которые я собираю, будучи больным. Вот, еще такая тенденция интересная. Не хватило несколько черенков. Вот, там уже есть деревья, с которых уже нечего срезать. Среди черенка не хватило. Это перечидет о грушах. Ну и что делать? То ли 300 рублей класть обратно, посылку в виде сдачи, то ли я ему подсовываю, почему-то, заказав сливы, да, заказав сливы, вот, он почему-то не заказал персики, которые может приводить на сливы. Значит, подвое сливовое есть. Вот, подсуну, это будет моя свинья. Потом я ему напишу письмо, извините, я заменил сливы. То есть, так как не было, у меня полностью, 100% заказ выбудки смог, тренер достойчивого черенка заменил на персики, а дальше решаете, нужны, нужны, нет, значит, номер карточки отправляю 300 рублей обратно. Вот такие у меня отношения. Заранее скажу, это наверняка человек, от персика еще пока никто не откажется. Дальше, значит, остается нам теперь правильно их упаковать. Итак, перед нами уникальная коллекция. Получее, что у меня есть, и теперь оно должно уехать в Иркутск. Так, весь процесс сминаем подробно. Как я делаю с нами, делаю, как я делаю лучше нас. Вот так они не хотят переезжать на новое место. Ну, как они не хотят. Варваровский способ в начале зимы. Представляете, калечить деревья. А ведь кто-то это еще учит вас этим заниматься летом, осенью и зимой. Ладно тут хоть ради черенков, ради их рассылки, ради их построения. А ведь еще и просто так, резать ради обрезки, вызывает любовь к искусству. Много у нас чего нагорожено. Видели, надеюсь, предыдущий фильм. Он называется «Арекием по российскому садоводству». Похоронную музыку, все виды обрезки снял. В общем, попадет мне за это, как меня за это не любят. Это не они экстремисты, кто уничтожает деревья, а я экстремист. Кто борется с этим. Итак, понятно. Вот упаковка первичная. Теперь видите, что приходится делать. Самый большой дефицит даже не черенки, а вот эти тряпки. Хорошая у меня была рубашка. Жаль, но у меня их много. Уже всю роднюю раздел почти до трусов. Со всех трясу одежду, одежду, одежду. Посылать без теплой упаковки. Сами понимаете, как говорил этот самый в кинокомедии. Шурик – это не наш метод. Так вот, теплая упаковка – это святое. Вот так оно делается. Теперь мы с вами. Это вторичная упаковка, а вот вам третичная. И начинаем работать. Вы сами понимаете, зачем нужна эта тряпка, почему я раздел всех, и семьи, и всех знакомых раздеваю. Одна простая причина. Не отапливаем вагоны раз. Очень долго посылки наши, чтобы не знаю, ночуют где. Другие два зала, сброшенные. Сколько раз показывали сюда, как швыряют, и как они хранятся, и как они портятся. Вот что мы сделали. Это два. Это три верни. Это еще не все. Вот это тоже упаковка. Значит, показываю. Это, так называемые, пластиковые подверты большие. Вот, можете даже посмотреть, правда ли, что в Иркутске едет. Правда, едет в Иркутск. Вот так. Теперь мы примиряемся, обойдет или не обойдет. Хочется, вот что интересно, да, вот из этого – это низ, это верх. Раз, два. И вот этому товарищу, которого зовут Валерию Павловичу, тезка моя, вот, я бы посоветовал раз, два, ну, хорошо, по 100 рублей, а по три, а вот это выбрасывать. От души советую. Теперь смотрим, войдет, нет, а то еще и сокращать придется. Вот, поначалу, как не хотели меня такие принимать, потому что веки много лет назад так смотрели на меня душу, что-то такое, вот это вот. Ну, сейчас принимать. Ну, что, вошла. Потом, чуть позже, сделаем. Итак, с черенками готово. Теперь, вот это вот, тот самый семенной материал. Семечки, косточки, чего-то только нет. Значит, и ничего не сделалось, если даже так пихнуть. Но, у меня был единственный случай, у меня было два случая. Один раз обвинили в том, что я в мороженое с черенки вышел, это в ноябре-то. Кстати сказать, за окном 21 ноября, раз, мороз 25 градусов, два. Поверьте, для Сибири это, казалось бы, нет, но, поверьте, в середине ноября это аномальный мороз. Даже в Сибири это считается круто, на 10 градусов ниже средней нормы. Вот, естественно, что, и тем не менее, ну, сказать, что они замерзнут, ну, невозможно. Начинается замерзание. Вот холодильник, вот морозилка, получается так, что их замерзать можно. И черенки, и косточки семечками. Ну, если долго хранить. И я что хочу сказать? Значит, я перестраховываюсь. То есть, вот, видите, очередная жертва. Вот это было пальто. Вот это рука. Посмотрите, какой он теплый. Вот. Почему я это делаю? Да страхуюсь. Попробуй меня потом обвинить, что я выставил замороженное, что пришли в чеку замороженные косточки. Видели, да? Сейчас мы это тоже тщательным образом упакуем. И поступает вот сюда. Это придется обратно вытащить. Так удобнее. Идет толкать. Дальца обратно пускаем. Вот. Вот так. Вот. 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 Начинается длительный процесс всего этого размещения. Вот таким вот образом. теперь последний момент. Последний момент заключается в следующем. Человек еще заказал два два комплекта превосходной ленты. Я ее уже не раз показывал, но есть на моем сайте. Видели, да? Видели. Теперь давайте посмотрим за содержимое содержимое. Стоит ли вот такая вот упаковка, стоит ли она на самом деле 400 потраченных рублей. Жертвую. Показываю. Показываю. Следующим образом. Вот они упакованы. Видите? Вот эти ленточки. Вот мы одну берем. Так. И смотрим, годится ли она. Здесь два размера. Вот эта потолще. А можно вот так. Хорошо видно сбоку. Сбоку хорошо видно. Потолще. И потоньше. И пробуем ее разорвать. Вот она такой длины. Она уже для грязки. Следите внимательно. Следите внимательно. Так. Это я на селе близко стою. Смотрите. Это я пытаюсь реповать. Согласитесь, качество гарантировано. Слов нет. Вот. Фирма венька в ней вяжет. Гордо заявляю. Итак. Человек, который заказал два раза по 400 рублей, я думаю, что он в своих ожиданиях не обманется. Теперь ее тоже мы берем и отправляем. Ну, замерзнуть-то она не может. Мы ее просто возьмем вот так это, прихватим, чтобы она не болталась по посылке. И начинается трудный процесс. Все это мудрится склеить. Паковать и склеить. Смотрите, как я это буду делать. Потому что, еще раз говорю, если бы я знаю, что вот здесь самая ценная часть, вот примерно половина, вот такие бы отправлял. Да меня бы просто не поняли. и отправляем максимально длинный, чтобы показать, что эта ветка была не коротышка. Господи, знали бы вы, какой дрянь я получал. Ужас. Вот. Ой, жар, фамилия. И так не хочу называть. Не хочу, но не могу. Обида. Прошло много лет, обида так и таится. Вот сейчас на ваших глазах я пакую. Надеюсь, я ничего не забыл. Все это тут, это тут. Вот. Главу забуду, приходится разрезать. Вот. И так вот. Так, аккуратно. Вот. Вот такая специальная штырик-пунтир. Вот эти штырик-пунтиры, они очень сильно придираются. Почти вики и правильно делают. это они обязаны так делать. Вот. Они должны быть ровно-ровно к этой строчке. Вот так. Все. Теперь ее раздрайвать уже невозможно. Ну и теперь что здесь написано? Еще посмотрите. Здесь написано без цены. Почему так написано? Потому что с одной стороны здесь например, напишу 10 тысяч рублей, да? Ну что, потом вернуть эти деньги, если она пропадет? Ну, не хотелось бы поселевиков подставлять. Просто не хочется связываться. Вот. если она пропадет, не заплатит ни копейки. Но, слава Богу, последние годы этого не случалось. И вот это без цены означает, что еще и сама пересылка дешевле. Платят и клиентов за пересылку. все, готово. Готово. Вот это. Теперь речь о замерзании не идет. Вот. там еще 10 штук лежит. Все таким же образом упакованы. Дойдут без всяких сомнений. Потом еще совет, совет. Хорошо вот бывало как. Один из 20 спросит. А прямо в упаковке хранить? Или наоборот пишет. Прямо погреб кинул в упаковке? Нет. Теплую упаковку надо снять. Надо избежать перегрева. Внутри черенки пусть искалечены они. На торцах только замазаны, да? Искалечены. Но они все равно живые. Они излучают тепло. Там возможно перегрев и раннее просыпание почек. Например, в марте. Когда еще в Иркутске сугроб лежат. Поэтому пожалуйста получили такую посылку от меня. Упаковку теплую снимайте. Убирайте. Вот. Ну в погребе мы были. Как это хранится вы уже знаете. Ну и друзья мои заканчивая свою очередной видеоурок. Вот эти вот пейзажи. Это вид из моего окна с третьего этажа на улицу. Я этот прием у меня тут рядом компьютер. Вот он, да? Вот. И вот он скайп. Я зимой, так как мне никто никогда не верит, нет, я имею в виду из недруга, потому что невыносимо в самом мысли, что здесь в таких условиях растет такой сад. Да и не один. Честно, их-то уже тысячи. Вот. Если бы еще саеногорцы не губили бы своими руками, как вся Россия, деревья, вот тогда здесь было бы вообще рай израя. Ведь был же момент, когда ведро абрикосов стоило дешевле ведра яблок. Сейчас время кончится, а реал заканчивается за счет убийства деревьев своими руками. Я не могу никак успокоиться и все это подчеркиваю. Вот. И вот я беру этот самый глазок скайпа, вот сюда подношу к окну и говорю смотрите. И вот такая вот примерно картина. Я не знаю какой будет год, этого не знает ни один человек на планете. Долгосрочные прогнозы вещь, сами знаете, фантастическая. То же самое, что роман фантастический прочитать, что прогноз на будущую зиму. Будет снег, не будет. Сейчас его любуйтесь. Ровно один сантиметр. 25 градусов. На улице 21 ноября. Ноябрь осенний месяц. Вот. В прошлом году это была черная земля. Вот такой снежок выпал, растаял где-то в ноябре. Потом была декабрь черная земля. Январь черная земля. В феврале выпал вот такой снежок. Ну может быть сантиметра два-три. Вот это и все. И вот при этом вся эта роскошь не имеет права расти. Потому что это не единственная бесснежная зима. Эта зима была теплая. Это минус 32-34. Теплейшая. Невероятно теплая. А вот бывали когда до 40 и за 40 и тоже без снега. Вот. Отдельное подмерзание. Не более того. того. И получается, что наш район создал народную селекцию невероятную по качеству и по морозостойкости одновременно. Этого не может быть никогда при семенном размножении, при семенном скрещивании. Ну вот. Это благодаря такой тысячам, десяткам, сотням тысяч попыток простых людей, когда каждый был садоводом. Сейчас это время ушло. Продолжать некому. Сайногорское садоводство загибается. Вот. В погребе лежат уникальные косточки никому не нужны, семечки никому не нужны. Подвойные, привойные. Вот. Я показываю вам эту картинку, чтобы вы поняли, это действительно феномен. Это я с тех пор, когда в интернете было распространено письмо уникального, казалось бы, садовода с Европы, с Европейской России, который написал «Не верьте Железову, Сибирь – это двухметровая снега». Он не удосужился проверить, потому что у него вбито это про двухметровые снега еще со школы. Сибирь пугает до сих пор весь мир. Вот. он двухметровый снег, а это значит, что нам отказывали, ах, двухметровый снег, под него черта можно спрятать. Да, можно. Ну вот, видите, попробуйте спрятать, что дикоросы, которые вы видите на этом, на этих кадрах, что культурные растения, они способны на многое, они способны к адаптации, если их не калечить, это второй палец загибаю, правильно посадить, третий палец загибаю, и четвертый палец, если еще произвести отбор. Отбор мы произвели. ПОДПИШИСЬ!